Постараюсь максимально кратко, без всякой там лишней информации. Здесь много будет фотографий, наглядных картинок, то есть за более подробной информацией вы потом сможете в брошюрке почитать, в презентации, которую вы получите, там тоже будет более подробная информация, чем вот сейчас. Сейчас это будут в основном картинки, поэтому прошу еще немножечко вашего внимания, да, вот уже дотерпите. Значит, роль микробиологии, наверное, здесь особо долго разговаривать тоже не стоит, просто кратенькое вступление. Природа патогенезов, то есть есть различные организмы, в данном случае мы говорим о микроорганизмах, да, которые существуют миллионы лет и, ну, в природе, как бы, такого понятия, да, там, патогены, не патогены. Просто каждый организм борется за свое существование и пытается получить, как бы, максимум выгоды, максимум пользы для себя. В том числе и те же почвенные патогены, да, которых мы знаем, болезни корневые, это просто организмы, там, грибы, бактерии, которые пытаются занять свою нишу и выжить, размножиться, продолжить свой род. Вот. То есть как бы функция вполне таки нормальная, как и у любого другого организма. Получается, эти микроорганизмы, они заселяют корневую систему растения, да, вот как только появляется растение, споры активируются, да, они начинают заселять вот эти вот ниши. И, в принципе, у растения достаточно природных ресурсов для того, чтобы сдерживать именно негативное влияние вот этих вот патогенов. То есть выделяются там определенные вещества, да, которые не дают этому патогену развиться до таких масштабов, чтобы причинять растению вред. Но деятельность человека, в принципе, вот выращивание культур, это все, ну, скажем так, грубо говоря, извините, насилие над природой, да. То есть растения испытывают постоянный стресс от различных обработок, пересадка там, рассады, например, да, изменение там температурных режимов, еще чего-то. Это все стресс для растения. То есть растения, в принципе, все время подвергаются стрессу. И как только, это вот как у человека, организм чуть-чуть ослабился, да, мы уже сразу подхватили там насморк, еще что-то, да, какую-то инфекцию. То есть все почему? Потому что патогены присутствуют всегда и везде, но мы их как бы способны, если наш иммунитет работает хорошо, если все функционирует хорошо, то мы не заболеем. Как только слабинку дали, все. То есть инфекция, она сразу же начинает развиваться. То есть смысл патогенов в том, что, ну, их суть в том, что они просто начинают, когда им не хватает питания, вот эксудатов самого растения, да, они начинают, то есть растение из-за стресса меньше эксудатов вырабатывает, соответственно, они начинают разрушать корни и питаются продуктами разрушения. Вот как бы такая кратенькая суть патогенов. И сегодня мы поговорим о полезных организмах, организмах, вернее, даже об одной бактерии, ризобактерии, которая помогает, скажем так, растению, если она вовремя занимет эти ниши, которые занимают патогены, то она поддерживает растение и помогает ему лучше справляться с вот таким вот стрессом, о котором мы говорили. Ну, да, примеров этих полезных микроорганизмов, бактерий, гриб, триходерма вы, наверное, знаете, да, то есть не наверное, уверенно, знаете. То есть примеров, в принципе, достаточно и достаточно даже известно продуктов на рынке, которые и вы, скорее всего, тоже используете. И я хочу поговорить сегодня именно об одной такой бактерии, это Bacillus velicensis, более там старое название амилоликофациенс, ну, это буквально вот с этого года переименовали в velicensis, поэтому я и то, и то название включила, чтобы вдруг кто знает амилоликофациенс, вот это то же самое, да. Ну, то есть, функции его такие, это очень известная, широко распространенная бактерия, очень хорошо изученная, все знают о ее свойствах, да, что она, если своевременно заселяет на ранней стадии развития растения корней, то она имеет поддерживающие функции, то есть стимулирует рост, стимулирует усвоение питательных веществ, стрессоустойчивость, устойчивость к болезням. И каким образом это происходит? То есть, ну, здесь вы видите такие небольшие на фасолинки похожие, это вот как раз таки эти бактерии, да, колонизующие корни, или вот это вот свечение вокруг корешка с правой стороны, это вот как раз таки эти бактерии. Здесь с маркером, вот видно, да, эти желтенькие точечки, это вот все эти бактерии, то есть, здесь тоже зеленым маркером видно, они заселяют корни, то есть, ну, практически такой пленочкой, да, покрывают. Опять же, каким образом они влияют? Удобрение увеличивает корневой рост, бактерия, мы видим, ну, получается, ризовитал, это вот препарат на основе этой бактерии, такой же эффект, как имеет, как и удобрение. Ризовитал вместе с удобрением имеет еще лучший эффект, ну, и контроль там, видно, немножко более слабо развитая корневая система, то есть, сейчас кратенько представлю препарат, ну, смотрите, какая его суть? Мы вносим его на самой ранней стадии развития растения, чтобы бактерии заняли вот эти ниши раньше, чем придут патогены. Как только они там заселяются, то у растения уже намного больше шансов преодолеть вот этот вот стресс. Даже вот, когда мы обрабатываем фунгицидом, это тоже стресс для растения. И очень многие опыты показывают, что ранняя вот обработка с помощью полезных бактерий, она имеет такой же или даже лучший эффект, чем обработка фунгицидом химическим. Потому что фунгицид, он, конечно, что-то там убивает, но он и на растения влияет. То есть, как бы здесь, по сути, у природы, ну, это что я хочу этим сказать, у природы есть все механизмы, чтобы работать без химии, чтобы все функционировало без химии. Это деятельность человека и убеждение, вот то, что за много десятков лет, что без химии никак нельзя, ничто не выживет, да, там, ничто не вырастет. Ну, на самом деле это заблуждение. И вот Владимир тоже, Мошкин, до этого сегодня выступал. Если верить, ну, а верить, как бы, ну, что, природа существует намного раньше, чем химия, поэтому, как бы, здесь просто нужно правильно использовать эти механизмы, которые сама природа нам дала. Значит, какие есть способы обработки? Начиная от семян, то есть, это вот когда протроявителем пользуются, таким же образом можно обработать семена вот этими бактериями. Здесь мы имеем просто, ну, скажем так, мне кажется, это для самых ленивых, и для самых, вот, которые от минимум усилий ожидают максимум результата, это вот, наверное, будет этот случай. То есть, как бы, количество там нужно на семена очень маленькое, да, ну, если так посчитать обработки на гектар, уже в виде, там, на рассаду, например, поливать, или обработать семена, то, конечно, семена обработать будет намного меньше концентрация, а эффект будет очень хороший, да, то есть мы уже семечко, да, когда растение прорастает, уже бактерии начинают заселять корни и сами же потом размножаются, то есть там это не нужно, как фунгицид постоянно там заливать, да, то есть здесь они сами размножатся. Ну, опять же, обработка рассады при высадке можно полить почву, ну, или же там саму рассаду полить, в гидропонике это, ну, актуально для теплиц очень, то есть смесь с субстратом, смесь с удобрениями, различные есть, как бы, способы, и это просто, чтобы вы видели, на скольких культурах, ну, практически на всех культурах, это все культуры, у которых есть корни, да, все это работает, различные есть способы внесения. Просто несколько демонстраций, как это работает, как это выглядит. То есть если мы смотрим сверху, то, может быть, мы не всегда заметим прям такой вау-эффект, но если вы посмотрите на графики, это вот обработка семян, да, то есть салат. С правой стороны это вот с бактерией. Мы видим, что корни намного более, их хорошо видно, как они развиты, да. Здесь контрольный участок, две обработки фунгицидом, это вот вторая наша полоса на графике, одна обработка резовитал, и последняя это одна обработка резовитал и одна обработка фунгицидом. То есть мы видим, что результат, как бы, это у нас, ну, товарная продукция, да, то есть сколько салата мы, насколько больше товарной продукции мы смогли получить. То есть мы видим, да, что две обработки фунгицидом практически такой же имеет результат, как одна обработка полив резовитал. Опять же, вот как это выглядит все потом визуально. Просто мы обработали резовитал один раз, потом у нас была фунгицидная обработка, мы видим 35% потерь, ну и контрольный участок 40% потерь. То есть в этом случае резоктонию как бы не удалось даже фунгицидом побрать, а мы видим тот участок, который обработан был только бактериями, дал даже лучший результат. На томате, да, это такая культура, то есть можно начинать с рассады, вернее не можно, а нужно начинать с рассады. Почему? Как мы уже сказали, чтобы бактерия в самом начале, на самом первом этапе развития растения успела колонизовать корни, занять вот эти ниши, которые не должны занять наши патогены. И так как томат довольно долго таки стоит, его можно повторять обработки там через 4-6 недель, несколько раз, для того, чтобы опять же поддержать нашу корневую систему. Опять же, вот на рассаде, да, какой эффект мы видим через 15 дней, через 22 дня и через 30 дней, самый последний, то есть видно, насколько растение более быстро, ну то есть там дальше будет еще, вот фотография, здесь еще лучше видно, да, то есть без обработки и с обработкой. Тут и вес корней уже увеличивается, да, и вес побегов общий, то есть масса зеленая. Опять же, мы видим, насколько лучше развиты корни, которые обработаны по сравнению с контрольным участком без обработки. Вот, и просто это вот у нас в Швейцарии, мы провели такой эксперимент, да, то есть просто при выращивании рассады одна обработка с правой стороны, видно даже растения более такие, какие-то радостные, зеленые, наверное, да, более густые получились. Ну, это не совсем актуально для теплиц, но так как у нас присутствуют гости из Беларуси, я просто, ну, не могла не включить этот слайд, то есть на картофеле просто визуально еще даже лучше видный эффект. То есть, когда мы обрабатываем клубни перед посевом, результат тоже налицо. И здесь мы даже наблюдаем повышение урожайности. То есть это не только мы получаем более чистые клубни, а также эффект повышения урожайности наблюдаем. То есть, опять же, можно комбинировать с фунгицидами, да, чтобы, если это действительно там уже болезнь развивается, да, то, как бы, тут поддерживающий эффект получается фунгицидного действия, как мы уже видели на других графиках. Повышение урожайности, да, то есть это можно с удобрениями комбинировать. Ну, то есть способов применения массы. Ну, как бы преимущество – это препарат безопасен, он соответствует эко-стандартам. Это бактерия, которая существует в почве, которую человек взял на вооружение. То есть, пожалуйста, если есть вопросы или нужна будет подробная информация, можете ко мне обращаться. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok